Библейский портал экзегет.ру представляет 27 глава пророка Иеремии, читая перевод Луки Маневича для библейского портала экзегет, сам перевод был сделан для российского библейского общества. В 26-й была такая очень яркая картина столкновений Иеремии с толпой, в том числе и со священниками, со старейшинами народа, когда его хотели убить, и только благодаря немногим голосам, даже, может быть, одному всего человеку, который напомнил, что и раньше бывали пророки, который сказал, что это от Господа, и бессмысленно пытаться Господню волю перебороть своими какими-то методами, линчуя пророка. Вот Иеремий остался в живых, но его проблемы на этом, конечно, не закончились. То есть книга Иеремии, наверное, больше всех других правоческих книг Ветхого Завета показывает, насколько тяжело быть пророком. В начале правления царей Иудеи Сидыкии, сына Иосии, было Иеремии слово от Господа. Ну, вот здесь не хронологический порядок глав, то есть они более-менее чередуются, скорее тематический, да, и середина книги, она скорее про отношения пророка и его народа. Так сказал мне Господь, сделай Ермо и Путы, надень их себе на шею. И отошли их царю Идома, царю Муавы, царю сынов Омона, царю Тиру и царю Сидона, через послов, которые пришли в Иерусалим к Сидыкии. Вели послам, чтобы они сказали своим владыкам. Иеремия, смотрите, Иеремия вмешивается уже в международную политику. Тут к Сидыкии, наверное, по случаю его восхождения на престол, да, пришли послы, ну, поздравить, да, как это, и по всю пору бывает новый монарх, на его коронацию прибывают высокопоставленные представители всех других стран. Вот так и здесь послы пришли поздравить Сидыкию с его воцарением. А Иеремия им такие подарочки передает, да, Ермо и Путы, ну, то есть то, что надевают на животных, кандалы, оковы, можно по-другому сказать было бы. Итак, что им сказать владыкам? Так говорит Господь воинство, Бог Израиля. «Скажите своим владыкам, я сотворил землю человека и зверя, что на земле обитают силой моей великой рукой простертой. Я тому отдам эту землю, кто мне угоден. Ныне я отдаю все эти земли в руки раба моего Навуходоносора, царя Вавилонского». Кстати, от него послов не было. Ну, еще бы, Вавилонский царь будет ли присылать своих представителей на коронацию какого-то там маленького царька где-то на окраинах его империи? Конечно, нет. Он не ровнее абсолютно этим всем мелким Муавам, Омона, царям, да, и тем более в Иерусалиме, Сидыкии. Но Господь говорит, что он будет править всеми этими землями. Даже диких зверей отдадим ему в рабство. «Служить бы ему будут все народы, и сыну его, и внуку, пока и его земле не придет черед, и тогда его покорят многочисленные народы, цари великие». «Но теперь, если какой народ или царство не станет служить ему, но уходоносору царя Вавилона, не подставит шею под ермо царя Вавилонского, то я покараю такой народ мечом, голодом и мором, говорит Господь, полностью истреблю его рукой царя». Какой Иеремия оппортунист, коллаборационист, как это называли во Вторую мировую войну, то есть сотрудничает с оккупантами, сеет панику еще до того, как вышел в поход в Вавилонский царь, он уже говорит «сдавайтесь, сдавайтесь, а не то будет плохо». Вообще за такое во время войны казнят, он на стороне врага фактически. А он говорит «смотрите, это не сторона врага, есть только две стороны, есть вы и Бог, все остальное обстоятельства этого диалога. В данный момент Бог вас наказывает, Бог вас отдает под руку Вавилонского царя, но это он отдает, а Вавилонский царь – это просто его инструмент. Будет время, Вавилон тоже будет покорен, но сейчас Вавилон вас покоряет, и это от Бога». Вот очень часто политика, история понимается как такая борьба разных сил, государств, народов, империй, стран и так далее. Кто одержит верх? Конечно, хорошо бы, чтобы наши. А Иеремей говорит «нет, ничего подобного». История или политика – это арена, на которой действует двое – ты и Бог. Все, что с тобой происходит, это в конечном итоге действия Бога. «Не слушайте ваших пророков, гадателей, сновидцев, предсказателей и чародеев, которые говорят вам, вы не будете рабами царя Вавилонского, ибо ложь они вам вещают, чтобы вы оказались вдали от своей земли, и чтобы я изгнал вас, и вы погибли. А тот народ, что подставит шею под Ермон царя Вавилонского, и будет служить ему, я оставлю тот народ на его земле, говорит Господь. Будет он возделывать ее и жить на ней». Ну вот, частная жизнь важнее. Опять-таки, это непривычно нам. А как же великие империи, как же патриотизм, отечество, защита. Все это ерунда, говорит Иеремей. Живите на своей земле, возделывайте ее. Это единственное, что значимо. Как странно это читать. Все эти слова я возвестил садыки, царю иудей. И вот новому царю, своему царю, он говорит такие вещи. Попробуйте кто-нибудь сказать своему царю подобные вещи. «Согните шею под Ермом царя Вавилонского, служите ему и его народу, и живите. Зачем тебе и народу твоему погибать от меча, от голода и мор? Ведь Господь предрек это всякому народу, который не станет служить царю Вавилона. Не слушайте пророков, которые говорят им. Вы не будете рабами царя Вавилонского, и было, что они вам вещают. Я не посылал их, говорит Господь, от моего имени они пророчествуют ложно, чтобы я изгнал вас. Погибнете вы, а с вами и пророки, которые вам вещают». Ну, это уж совсем. Я бы на месте царя ему голову немедленно отрубил, или что-нибудь подобное сделал. А кто сказал, что величие нашей страны, нашего народа, нашего государства – это высшая цель? Кто сказал, что Господь только и мечтает, как сделать из нас самых крутых, и чтобы мы всегда во всех войнах побеждали. Кто это сказал? Мне бы хотелось. Но этого никто нам не обещал. И Иеремия – провокатор, да, провокатор, который в самой резкой форме. Но мог бы прийти к царю как-нибудь так, знаете, запросто, когда вот торжества схлынут, когда уже все разъедутся, послы, так сказать. Вот царь, мне, конечно, неудобно говорить, но вот, может быть, подумаешь о том, чтобы покориться Вавилонинам, потому что вот такая сложная политическая и военная ситуация, у нас нет сил противостоять ему. Нет. Иеремия ведет себя максимально провокационно. Он выбирает момент торжественного приема. Он всем остальным царям тоже посылает эти самые вот кандалы, ну, ермода, то, что надевают быкам, когда они пашут. И это максимально демонстративно, максимально скандально. Более того, царь – это одна только личность. Священникам и всему народу я возвестил. Так говорит Господь. Не слушайте ваших пророков, которые вам предсказывают. Уже скоро утварь дома Господнего будет возвращена из Вавилона, и было, что они вам вещают. Ну, а там пришлось отдать Вавилонинам часть богослужебной утвари, просто потому что, ну, грубо говоря, они хозяева положения, и надо откупаться от них чем-то. Не слушайте их, служите царю Вавилона и живите. Зачем этому городу превращаться в руины? Если они пророки, если слово Господне с ними, то пусть они молят Господа воинств, чтобы та утварь, которая еще остается в доме Господнем во дворе царя Иудея в Иерусалиме, не была увезена в Вавилон. Ибо так, говорит Господь, воинство осталось в Бахамедном море, подставках и прочей утвари, которая еще остается в этом городе, которую Навуходоносор царь Вавилона не забрал с собою, когда угнал из Иерусалима в Вавилон царя Иудея Ихонию, сына Акима и всю знать Иудея Иерусалима. Это первая волна переселенцев в плен, но Иерусалим еще стоит. Он уже отчасти разграблен, отчасти опустошен, но как город стоит и храм на месте. Так, говорит Господь, воинство Бога Израиля, об утвари, которая еще остается в доме Господнем во дворе царя Иудея в Иерусалиме. Увезут ее в Вавилон, и там она останется, пока я не позабочусь о ней, говорит Господь, пока не заберу ее и не возвращу на это место. Очень-очень провокационные реплики Иеремея уже, в который раз мы их читаем. И в 28 главе мы узнаем о том, как, собственно, среагируют все эти господа положения и царская власть, и священники, и простой народ. Мы много будем дальше об этом читать. Нетрудно догадаться, что Иеремею не ждет спокойная жизнь. А какая жизнь его ждет, прочитаем дальше. Редактор субтитров А.Семкин